Ну вы только посмотрите на эту звезду. И только посмотрите. И я звезда, и я звезда, и я звезда, и звезда, звезда. Кто знает, этот рилс какой-то. У тебя своя отдельная здесь, я смотрю, комната. Звезда моя. Красоточка. Красотуха. Доброе утро. Блин, голова так быстро жирнеет вообще. Надо новый шампунь срочно какой-нибудь хороший. На Лайлберис можно заказать. Сегодня день более лайтовый. Сегодня у меня с утра две супервизии. Вот сейчас одна прошла, индивидуальная супервизия. Сейчас следующая через 20 минут групповая супервизия будет. Вот. И потом у меня одна клиентка. Сегодня мне ещё надо подснять видео. Смонтировать видео. У меня, кстати, много видосов, которые надо смонтировать и выложить. Да. Конкретно моя новая профессия, новая деятельность. Вот так меня захватила, увела. Но я, честно говоря, понимаю, что я вообще вот просто в своём, в своём мире, в своей стихии. И, конечно, есть много всяких своих сложностей. Но Москва не сразу строилась. Понятно. И для меня... Вот, кстати, была на групповой терапии, когда и одна там девочка, она тоже на психологу учится. И она говорит, что, типа, вот, я так представлю, сколько учиться всего, сколько на это всё денег и времени потратиться. А будет ли тот момент, когда всё, типа, всё, ты уже всё выучил и всё знаешь. И вот кого-то это напрягает. А меня на самом деле это безумно радует. Что не нужно останавливаться, что всегда есть куда расти. Такое ощущение, что у тебя всегда как будто есть пища. Да, пища для роста, для размышления. И даже не хочется приходить в ту точку, когда ты всё уже знаешь такое-то, да, и всё. И как будто стоишь на месте на вот этом, да. А хочется всё больше узнавать новое, расширяться, расти, расти. И как-то я прям даже рада, что эта профессия, да, вот, психолога, в ней реально... Сколько живёшь, столько и учишься. И вообще прогресс вот этот весь, да, не стоит на месте. Всё время что-то, какие-то новые открытия происходят. Ну, то есть рост вообще происходит в обществе. В обществе, в науках всяких, в дисциплинах разных. И я только этому рада. Я уже настроилась и готовлюсь учиться всю оставшуюся жизнь. Вот. Так что меня этот момент очень даже радует. Всё. Пишет моя SMM-менеджер. Побежала. Что мы сегодня с вами распакуем и затестим. Новый робот-пылесос 4 в 1 клининг-систем. Инструкция. Две вот такие тряпочки. Пульт управления. Станция зарядки. Вот такая вот. Такая с антискользяшкой. И вот такой классный. Открываем крышку. У нас тут какие-то кнопочки есть. Он офф. Контейлер. С фильтром. Вот оно. Ага. Сюда собирается мусор. Значит, весь. Тут у нас фильтр. Турбощетка. Щеточки одела довольно легко. Раз и два. И здесь есть запасные две щеточки. Также здесь есть запасной фильтр. Мы налили водички. Денька пока открывает пульт. Здесь входят, кстати, батарейки, что хорошо. Покупать не надо. Еще мы с вами подрассыпем вот здесь вот такой вот мусор, чтобы было видно, как справляется пылесос с мусором. Все. Молодец. Узи-зи. Давай, включай теперь с пульта. Вау. Здесь есть программа, как он может убирать. Смотрите. С зигзагом. Вот так вот. По кругу, если что-то грязное. Вот он отсюда такой. О, мощность. Тут мощность можно регулировать. Этот пылесос отличается тем, что здесь есть три варианта подачи воды. Можно управлять им с приложением. Мощность этого робота-пылесоса составляет 4000 км. Еще эти пылесосы прекрасно справляются с тем, чтобы убираться на ковре. Смотрите, вот уголок у Милки. Здесь довольно грязненько насыпано все. Посмотрим, как он справится. Я убрала вот эту штучку сейчас, которая тряпочка. И вот пустила его. Он пошел намного легче. Что я сразу так не сделала, не пойму. Так, ну вот, смотрите, уголок. Довольно хорошо пылесосил. И даже видно вот моменты, где он пылесосил, да. Купер вообще мне нравится. Навигационная система G-SLAM. Интеллектуальное планирование. Мощный двигатель, обтекаемый воздуховод, который снижает потерю мощности и всасывание. Резервуар для воды с электронным управлением автоматически включается после сборки швабры. Тройная система фильтрации задерживает большинство пыльных аллергенов. Литиевая батарея большой емкости. 2600. Пока он заряжается, мы посмотрим, что он там нам насобирал. Ого, сколько мусора! Вот, смотрите, вот такой контейнер. И помимо вот волосы тут у нас, да. В общем, на самом деле немного поработал, но собрал очень много мусора. Это говорит о том, что действительно мощный и всасывание у него хорошее. Даже хороший пылесос всегда найдет пыль, мусор, волос. В общем, пылесос оказался очень даже чудным. Я довольна. Денька доволен. Рекомендую этот пылесос. Реально классный. Под видео оставлю ссылочку. Заходите. Читайте подробности. Уверена, что вам тоже понравится. Мы довольны, на самом деле. Мы сейчас идем на улицу просто. Уже почти ливень начинается. И мы такие идем. Я иду. И, значит, естественно, у меня параллель. Совсем недавно вышла и прыгнула в машину, да. И вот, значит, идем мы сквозь дождь. И, знаете, вот я ловлю себя на мысли, на какое. У меня нет в голове того, что, блин, у меня нет машины. Я действительно иду под дождем. У я чувствую жизнь, понимаете? Вот я иду под дождем. У меня спрячет. Наверное, ливень. И я чувствую, как я живу. Какое-то притянствие жизненное. Вообще, я не знаю, у меня подъем. Чувствую? Видите? Подъем. Вот. И кайф. Кайф. У меня вообще нет расстройств, что я сейчас без машины. Я себя настолько круто чувствую, что то, как я себя сейчас чувствую без машины, мне лучше, чем то, как я себя чувствовала тогда с машиной. Ну и понятно, что это кайф. И есть свой кайф с машиной когда-то, есть удобство и так далее. Но так тоже кайф. Идти под дождем. Главное, вышли, дождя не было. Было отличное. У меня вообще везет в дождь выходить. Мы стоим на остановочку. Зенечка, спрятались. Идем в автобус. Самое интересное, что еще автобус только что прошел. Два автобуса прошли, которые нам надо. Я буквально не дошла 50 метров до остановки. Думаю, ну ладно, будем стоять и ждать. Вот Бенге вообще нравится, по-моему. Ему лучше, кажется, лучше, больше. Собирает, правда. Давай сердечко нарисуем. Вот тут нарисуй, нарисуй. Ой, какой красивый сердечко. Я тоже так здесь уходила нарисовать. В общем, сели мы на автобус. Заводимся. Взяла блинчики. Взяла посылочку. В общем, хотели погулять еще. Хотела, думала, в кафе взять. Но меня укачало в автобусе. И я уже не хочу ничего. Я хочу домой. Ну или хотя бы возле дома на лавочке сесть, поесть эти блинчики и пойти домой. Домашний я человек. Всем приветики. Деньку укутала. Вот прям я за горло переживаю, чтобы оно не задувало ничего. Шарфик новый с Фаберли, кстати. Сейчас мы едем в торговый центр «Горизонт». И я посмотрела по интернету маршрут. Оказывается, у нас вот здесь вот идет целых два транспорта прямо до торгового центра «Горизонт». Это один из моих любимых торговых центров. Он очень красивый. Там всякие развлекухи. Ну и, честно говоря, главным образом мы идем туда. Хочу Дэню вот в детскую, да, где шарики. Там новая детская. Расширили ее. Очень классных приколюх много. Ну, я в прошлый раз вам показывала, когда мы с братом, с Настей были. Вот. И хочу, чтобы он в воскресенье развлекся. Сегодня у меня была одна клиентка. Уже моя постоянная. Вот. Ну, иногда в выходные дни беру, я вам говорила, да. Ну, вот одного человека взяла сегодня. И все. Отработала, освободилась. И идем отдыхать. Первым делом покушаем, конечно же, вкусненько. То, что я дома не готовлю обычно. Я в кафешках стараюсь съесть то, что мне дома лень готовить. Например, я не очень люблю жарить картошку. Да, вот такое все. Что еще там? Ну, рыбу сейчас стало легко запекать. Сейчас, кстати, перестала в кафешках брать рыбу, потому что я ее вкусно сама запекаю. Вот. Ну, что-нибудь такое, котлетки, например, я не готовлю. Очень люблю. Что-нибудь еще. Сейчас, короче, пойдем посмотрим. С Денькой покушаем. А потом пойдем веселиться в детскую комнату. Все, раз выпендривался. Короче говоря, мы уже 30 минут идем в автобус. Причем там рядом проехал автобус, который нам радует. Но он же я вернул туда и вот он на остановке остановился. Я такая, блин. О, наш, не пойму, что-то. Не трындец. Побежали. Мы шли за автобусом. Давай ручку. Первый раз идем вот так вот. Через центральный вход вот так. Обычно там где-то машина парковала. Там или там. И мы шли. Так, первым делом мы кушаем, да, Зай? Да. Давай покушаем. И потом уже спокойно будем гулять. Потому что когда голодная, тогда зла. Это вообще такая важная потребность, которую нужно удовлетворить. Вот. Заходим. Тут уже елочки стоят. Гирлянды горят. А, надо нам еще вещи куда-нибудь дать. Точно. Как красиво. Так, я просто люблю здесь гулять. Даже можно ничего не покупать. Глазки радуются. Ой, а там, блин, наверху еще развлекуха же есть. Кстати. Дэня, там еще развлекаловка есть. Короче, первым делом кушать. Потом развлекухликать. Может быть, что-нибудь другое сейчас выберем. Я вообще так смешно выгляжу. Шапка уже все. Мне жарко просто. Сейчас мы пойдем в гардероб, вещи сдадим. И там как раз рядом покушаем что-нибудь. И все, и будем уже гулять. Вообще холодно. Вот так с улицы я зашла. Аж как-то здесь морозненько. Деньги взяла чейсбургер, его любимый. По себе взяла солянку и булочку. Сюда клади, если что. Приятного аппетита. Спасибо. Ты тут? Да. Красавчик мой. Мы идем на лифте сейчас кататься. Дэня сказал, не нужны мне развлекухи. Я хочу прокатиться на лифте. Самое интересное, он помнит, куда идти. Прикиньте, я говорю, нет, Дэнь, нам не туда. Он такой, нет, нам туда. И действительно, туда. Я сама здесь иногда дезориентируюсь. Но он ведет именно на те лифты. Все, Дэнь так побежал. Вот они, лифты красивые. Какие лифты. Лифты, лифты, лифты. Вот. Сейчас покатаемся. Да, давай. Покатаемся. Покатаемся. Все вышли, а мы остаемся. Мы катаемся. Майка красивая. А мы катаемся. Главное, чтобы Дэнечке нравились. Дэнечке нравятся? Угу. Как он, как он обожает эти лифты. Он же смотрит у меня эти на ютубе. Вот не мультики. Вот мультики может смотреть. И еще может часами смотреть какой-нибудь лифт. У которого много этажей. И вот там кто-нибудь нажимает. На один этаж, на второй. И вот ему это очень нравится. Соответственно, живой лифт. Это же что-то. Дэн, пойдешь с детками играть? Смотри, как там классно. И что, а куда пойдем? На Лиде. Так что мы идем на Лиде. Вот сюда с детками играть. Вот в новую игру не пойдет. Вот с Настей когда, да? Да, попасться. Пошли на Лиде. Хотя я говорю, я с тобой пойду. Пойдем вместе. Нет, не хочешь. Шрим ушли, короче. И возле дома зашли в пекарню. У нас тут вкусное. Я взяла себе запеканку. С изюмом. Давай, покажем. Дэнке взяла пирожок с картошкой. Пьешь ты великолепно вообще. Ты свинюша что ли? Нет. Не надо картошку доставать. Кушай все вместе. Там картошечка. Доброго утра. Вчера я даже не помню, на чем мы закончили. Мы поехали обратно тоже на автобусе. Потому что я посмотрела, ценник на такси высокий был. Вот. Ну, мы перешли дорогу и как-то быстренько сели на автобус. Быстро его дождались. Единственное, что какая-то грусть у меня вчера возникла. Потому что в автобусе... Ну, мы стояли на остановке, там парочка алкоголиков стояла. И в автобусе они рядом с нами были. Ну, такие проявления. Там парень... Не парень с девушкой, а мужчина с женщиной. И зрелище, конечно, было вообще не из приятных. У меня просто... Ну, какая-то грусть возникла, наблюдая все это. Они прямо возле нас стояли, недалеко. И очень... Какие-то проявления были у женщины. Она очень много говорила, жестикулировала. Какие-то манеры. Очень такое неприятное, да. И мужчина такой своеобразный. Он там успел и поспать, пока она это все говорила. Что-то там у него было с рукой. Он стоял, облизывал эту руку, свою пальцы. Ой, короче. И я вот ехала в автобусе и такая думаю, ну... Да, когда ездишь на машине, на своей, конечно, ты как бы оберегаешь себя от подобных ситуаций. Да, в автобусе ездят все. Все ездят. От людей, конечно, действительно, которые там, может быть, без машины сейчас там оказались, да. Серьезные, хорошо зарабатывающие. Ну и также можно оказаться... Да, такое место, где может оказаться каждый. Грубо говоря, да. Хотя, если человек серьезно нормально зарабатывает, он может позволить себе такси взять и не ездить на автобусах. И тем самым оградить себя от подобных вещей. Вот. Но как бы для меня сейчас вот режим экономии... Я лишний раз на такси не выезжаю. Хотя я уже думала, что обратно мы поедем на такси, потому что, мне кажется, я полтора... Полтора часа мы потратили на то, чтобы добраться от дома. Вот вместе с ожиданием, со всеми делами. Полтора часа, чтобы добраться до торгового центра. Это, конечно, вообще... И обратно я сказала, Дэнни, мы поедем на такси. Но потом, когда вызывает такси, вечер как раз-таки, воскресенье. И ценник был высокий. Я думаю, ну ладно, попробуем. Попробуем доехать на автобусе. Вот. Ну, в итоге доехали все нормально. Мы сидели всю дорогу. У нас место было. Но вот такое зрелище. Полдороги было. Вот. Я загрустнула. Смотря на это грустно, потому что я понимаю, что ничего сделать ты не можешь. Жалко, что такие люди есть. Им причем хорошо было, по-моему. Они даже стояли. Вот и женщина этой точно хорошо была. Она там вся в своем образе каком-то. Мужику вообще все равно. Он в своем мире. И только я вот это наблюдаю. И мне грустно. Вот. И все же. Все же, все же. Все, приехали домой. И приготовились. Искупались. Люся созвонилась. И спать пошли. Я еще вечером посмотрела передачу. Надо было не смотреть. У меня в глазах песок. Еле встала, блин. Уже думала сегодня не вставать. Потом думаю, нет, надо. Идем в садик. А сейчас иду и думаю еще. Что? На самом деле. В такси ехать это тоже не гарант. Какое-то такое вот. Таксисты разные бывают. Но мне, слава богу, попадается большинство хороших. Вот. 90% я бы сказала прям вот. Классно. Едешь. Все нормально. Все спокойно. Но бывают же, попадаются водители. Тоже. Короче, тоже не 100% ограждение себя от каких-то таких вещей. Но в целом, на самом деле, и везде такое. Можно и на дороге встретить людей неадекватных. Да. Ну, я больше про то, что вот глаза твои видят. Да. То есть в машине ты вообще никого не видишь, кроме себя. Ну, да, разное бывает, как в жизни. А вот так, что ты в одном пространстве, допустим, находишься. И ты должен терпеть это все дело, да. Что с водителем такси, если он тебе не по нраву. Ну, чтоб не устраивать, там скандал. Высадите меня и все такое. Ну, смотря какой, конечно. Если совсем неадекватный какой-то, то я даже не сяду. Вот. Ну, а в автобусе тут уже, конечно, да. Хочешь сэкономить. И едь, смотри. Ха-ха-ха. И вот. Может, грусть. Может, злость какая-то. Да. Подниматься. Так что с машиной, конечно, в этом смысле очень удобно. Плюс не надо ждать вот это на остановке. Потому что когда, допустим, транспорт до вот этого торгового центра, есть транспорт, который быстро ездит. А есть транспорт, который там раз в 30 минут ездит. Прикиньте. Вот не успел ты вовремя выйти. Все. Мы стояли реально 30 минут. Ждали вчерашний автобус. Это жесть. Это реально жесть. Еще по холоду, если. Ладно, еще лето. Стой. Там что-то. Ну, время драгоценное тратишь. Тоже не кайф. Ага. Мерзнешь. Ну, вообще. В этом не очень хорошо. Поэтому зима это, скорее всего, будет такси. Всегда. И нечастые вылазки из дома. Забрала Дэньку из садика. Я говорю, Дэнь, давай посидим и подышим воздухом. Он такой. Все, говорит, подышал. А седеля. Давай. Давай. Поймало. Вот это игра. Вот это игра. Давай еще. Давай. Давай. Ну, поближе давай. Поближе. Еще ближе. Нет. Конфетку поближе. Давай. Поймала. Нет, не поймала. Давай еще. Тихо. Сейчас я сразу падать. Ой, конфетка у тебя, конечно, вкусная. Все, мы поиграли, пошли домой. Ладно. Чуть-то три минуты еще сидим и домой. Очень классная погода, на самом деле. Просто не ветра. Давай 30 минут, потом пальчик. Какой пальчик? Так, сиди аккуратненько. Дэнь. Ну, грязные ножки. За. Опусти. Короче, погода просто великолепная. Кися. Погода просто великолепная. Хочется посидеть. Ну, все, хватит баловаться. Еще я зашла в магазинчик и купила здесь Апангасиус. Молочко. И купила еще слабосоленую семгу. Обычно я сама не люблю делать, но та, которую я взяла, не кайф. Короче, вот этот кусок, он вышел у меня на 260 грамм. А 100 грамм стоит 10-30 рублей. Короче, 500 сочного рубля это кусочка у меня получилась. Попробую. Первый раз я не взберу. Ну, надеюсь, она не сильно соленая. Написано слабо. Шапка у меня. Вот, кстати, чек. 831 рубль вышло все. Ага, форель вышла на 619 рублей. Представляете? Вот. Апангасиус на 189. Триндец. Ну что, мои красоточки. Я такая вообще только, считай, проснулась. Вот сегодня Данечку сейчас сад отвела. Вот сейчас иду и такая, думаю, блин, мне по-любому среди недели нужен выходной. Не могу вот так вот пять дней подряд. Это очень тяжело. Вставать в 7 утра. Все время. Хочется просто поспать один день. Ну, прям выспаться. Вот. Ну, у меня запись нежданно-негаданно. Я посмотрела, я думала, у меня сегодня более расслабленная неделя. Не сегодня, а этой неделе расслабленная. А потом начала смотреть. А оказывается, нифига. Полная запись. И сейчас начинают записываться на индивидуальные игры. Я уже сказала, что фиксированная цена с 22-го, 11-го. Вот. И я теперь провожу еще индивидуальные игры, потому что с индивидуальной игрой, ну, легче подстроиться человеку под себя, да, и выделить полтора часа, чем на групповую. Это нужно подстроиться под один какой-то день и время, да, и потратить три часа групповая. Это даже четыре человека, а три часа идет. Поэтому, как я объявила, что будут индивидуальные игры, сразу начали записываться, да, на индивидуальную игру. Вот. Ну, и по фиксированной цене людям спокойно, видимо, что не нужно гадать, сколько же мне перевезти денег. Теперь все точно. Но, на самом деле, это очень интересный опыт. Мне вообще интересно даже этим опытом с вами поделиться. Вот. Потому что, ну, там последние некоторые моменты. Я уже четко определила, что за донейшн я работать не готова. Вот. Ну, как бы нет. В целом все хорошо. Я вырулила и нашла среднюю цифру, да, которая комфортна в работе, да. Вижу, как люди, которые, допустим, оплачивают определенную сумму, как они ходят, как они работают, как я себя чувствую. И вот нашла вот такую вот среднюю. Я вам даже скажу, это полторы тысячи. У меня сессия стоит полторы тысячи фиксировано. Индивидуальная игра стоит две тысячи, потому что она длится полтора часа, а сессия длится час. Вот. Групповая игра точно так же полторы тысячи. Вот такие цены. Я своему психологу сама плачу полторы тысячи. И я считаю, что эта цена просто подарок. Ну, на самом деле. Потому что, когда я искала себе психолога, узнавала цены, то найти хорошего психолога за полторы тысячи, ну, это реально подарок. И она у меня тоже учится в процессе как бы восстановления. Тоже есть у нее повышение квалификации, дипломы, понятно, да. Вот. И, в общем, я своему психологу плачу полторы тысячи. Мне это комфортно. Я считаю, что это максимально доступно. Поэтому и мои постоянные девочки тоже мне платят эту сумму. И так, чтобы не менять и не повышать, я решила оставить. Значит, это комфортная цифра. Вот. Ну, и девочки, когда я сделала голосование, тоже проголосовали, что комфортнее всего там от тысячи до двух оплачивать. Поэтому пока что я поработаю за такую сумму. Но понимаю, что это только начало. Это минимум-минимум. Так что возможность остается возможной. Привет, мои хорошие. Доброго вечерочка. Я чуть была сейчас не помыла лицо, понимаете. И такая вспомнила, что, блин, мои девочки, они меня накрашены так редко видят. Надо хоть пару строк черкнуть. Пару слов записать. Накрашенный. Да, сегодня я накрасилась, потому что я снимала видео для второго канала. Пару видосов сняла. Вот. И даже провела пару консультаций накрашенная. То есть меня видели красавицу. Вообще я не крашусь. Ну, я бы сказала суперкрасавицу. Да, потому что, когда я не накрашенная, я просто красавица. А когда вот я накрашенная, то я суперкрасавица. Вот. Обычно меня просто красавицы видят. Вот. И да, сейчас я пойду умываться. Как сегодня день прошел, я даже вам не снимала. Я утром только сняла, как мы с Денечкой. Я отвела его в садик, да. Я пришла домой. У меня было две консультации днем. Да? Или одна? Должно было быть две. Одна отменилась. Была одна консультация днем. А что я делала? А, я же сегодня искупалась. Привела себя в порядок. Но это много времени ушло. Полфильма даже посмотрела. Кстати, рекомендую посмотреть эти... Как они? Господи, сама... А, эфир. И я еще посмотрела интервью одно. Вот. Вечером у меня было две консультации. Вот. И два видео. Все на вечер прям перенесла. И вот сейчас только освободилась. Время 10 часов. Я в 10 освободилась от консультации. И вот сейчас иду мыть лицо и ложиться спать. Потому что я-то усталка. Усталка. Но я очень довольна. Потому что... Я как-то не по-русски говорю, да? Короче, я устала, но я очень довольна. Потому что очень хорошие результаты. Во-первых, сегодня у меня был скептик один. Одна из девочек, короче. Которая как раз-таки любит мои влоги. И которая увидела, что когда я началась заниматься психологией, она была такая скептик. Типа, психолог? Нет. Нет. И удивительным образом она попала ко мне на консультацию. После чего она мне сказала, что мне, конечно, не хочется терять тебя, как человека, блогера, который ходит по магазинчикам, что-то снимает, распаковки. Но после сегодняшней консультации я хочу пожелать тебе процветания в моём новом направлении. И сказала, я даже знаю, с чем я к тебе пойду на следующую сессию. Поэтому мне очень приятна обратная связь, особенно от скептиков. Потому что, ну, представляете, да, человек, который скептически настроен и уже изначально такой думает, ну, сейчас что-то не то, и приятно удивляется. Ну, я рада приятно удивлять. Так что все, кто думал, что психология не моё, или чё там, чё там, она куда там, или кто очень сильно скучает за моими видосами, приходите на консультацию. Не только со мной пообщайтесь, но ещё и решите какой-то свой запрос. Может быть, какая-то ясность появится. Да? Очень интересно. Короче говоря, очень довольная. Вот, и ещё была девочка, которая с поиском себя, не знала, чем заняться, что. Но мы вот сегодня как раз-таки вырвали такое направление, в котором идти. И она очень загорелась внутренне, то, что мы с ней выявили. И вот пошла искать обучение в этом направлении. Она даже приятно удивилась, что, оказывается, это обучение и недорого стоит, чтобы пойти обучаться. Вот, так что я её отпустила с конкретными шагами. Мы сегодня в коучинге с ней поработали. Это другая уже девочка, не та, которая скептик. Вот, поэтому я такая довольная, удовлетворённая тоже иду домой. Ну, а мы также ещё с тревогой поработали, со страхами, потому что когда идёшь куда-то в новое, какое-то обучение, может быть, какие-то движения, поднимается тревога, страхи поднимаются. Это нормально. Поэтому всегда очень классно иметь, да, какого-то проводника, коуча, а лучше коуча-психолога, каким я являюсь, на пути. Потому что даже если мы идём, берём обучение, да, ну, вот пришли на консультацию, нашли какое-то направление, в котором мы хотим пробовать идти, развиваться, да, то на пути на этом может много чего подняться. И как раз-таки здесь очень хороша поддержка вот такого человека, как я, который на пути скажет, о, это нормально, так, сейчас поработаем, всё нормально, всё нормально. И потихонечку-потихонечку сквозь все эти преграды, которые появляются, мы их все выявляем, со всеми ними работаем и двигаемся вперёд. Вот. Такие дела. Всё, пошла. Увидели меня суперпросотку? Всё, спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok